Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, как всегда в это время, мы говорим о том, что происходит на финансовых площадках. Тема сегодняшнего эфира. Финансовый рынок настроения недели определит американский сезон отчетности. Действительно, не далее, как сегодня, уже после закрытия американской торговой сессии, пионер, традиционный пионер американской отчетности, компания Алко, сегодня предоставляет данные за второй квартал. Ну и дальше, собственно, дальше этот список можно продолжать. И я думаю, что ближайшие несколько недель наверняка и будут определять именно те цифры, которые американские компании нам будут предоставлять. Вот такая замечательная история. Ну, об этом и не только мы традиционно говорим на Сухом Остатке. Я представляю сегодняшнего гостя Игоря Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый день, Игорь. Добрый день. Итак, Игорь сегодня в эфире Сухого Остатка, и с ним мы, собственно, все это и будем обсуждать. Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Итак, начиная эфир, традиционно рисуем картину маслом. Что же происходит сейчас на финансовых площадках? Традиционно, опять-таки, начиная с закрытия предыдущей торговой сессии, американской торговой сессии. Итак, пятница для Америки закрылась позитивно. СНП прибавил больше процента. Доу Джонс почти столько же. И также отличился индекс Насдак. Так, сегодняшняя азиатская сессия, наоборот, показала отрицательную динамику. Полтора процента в минусе Никей и Шанхай Композит два с половиной процента. Ну, а Европа и мы, и российские рынки сегодня позитивно выглядят. Фудси 100 прибавляет в моменте 0,8%. Индекс РТС половина процента, чуть скромнее индекс ММВБ. И рубль немножко укрепляется после пятничного отрицательного закрытия. Смотрим дальше. Сырье и Форекс. Нефть марки Брент. 106 долларов 45 центов стоит сорт этой нефти. Что любопытно. Я не совсем традиционно, но хотел бы еще сделать акцент на том, что и нефть марки Лайтсвит также недалека от этих рубежей. 102 доллара 85 центов. И разница, грубо говоря, в 3 доллара. Так называемый спренд. Спренд между Брентом и Лайтсвитом всего лишь 3 доллара. Некоторое время назад он был больше 10. Это о чем-то договорит. Золото торгуется по 1230 долларов за тройскую унцию. Прибавляет также после пятничного снижения. И евро-доллар. Сейчас его котировка 1,2850. Также небольшой отскок мы наблюдаем. Практически во всех инструментах, которые активно снижались в пятницу. И набор голубых фишек российского рынка выглядит следующим образом. Разнонаправленно. Во-первых, аэрофлот прибавляет полпроцента. Примерно столько же рост нефть. И, наверное, сургут нефтегаз можно отметить. Как лидер роста вместе с акциями МТС. Они в плюсе на процент. А остальные все в отрицательной территории. 2,2 снижается АвтоВАЗ. Ростелеком на процент. ВТБ 0,6%. И Сбербанк больше, чем на процент. Ну, еще я отмечу, что Газпром выглядит сегодня позитивно. 114 рублей 50 копеек стоит бумага. И тоже он сегодня в плюсе на 0,8%. Ну, что ж, вот такова картина маслом. Итак, давайте начнем. Давай, поскольку мы вдвоем в студии, давай начнем наш разговор. Прежде чем, да, прежде чем посудачить вокруг ожидаемой отчетности американцев, да, все-таки вернемся на прошлую неделю. И, я бы сказал, такой кульминацией, да, всех событий на прошлой неделе был пятничный рынок труда. Вот что он, по сути, нам может сказать, эта статистика, да, какие сигналы она дала. Ну, и прокомментировать вот эти вот движения достаточно волатильные, опять-таки. А, ну, считается вообще, что если у американцев вот эти вот данные non-farm payrolls выходят где-то порядка, там, 200 тысяч, да, там, в месяц. То есть экономика США создает 200 тысяч рабочих мест, а в месяц это хорошо. Мы видели 195 тысяч, это достаточно близко к этому показателю. Причем, что еще позитивно мы видим, это уже второй месяц подряд, да, там, то есть в мае и июнь американская экономика создала где-то порядка 200 тысяч рабочих мест. Это хороший, как бы, показатель того, что американская экономика находится в хорошем состоянии, но и в то же время, да, там определенный сигнал для Федеральной резервной системы, что, в принципе, вот ее, как бы, тренд, вот то, что меры стимулирования американской экономики можно будет сворачивать, он, как бы, проявляется. Но, что, как бы, мне понравилось, мне понравилась правильная реакция рынков. Правильная, ты имеешься на однозначной реакции все-таки? Да, то есть она, вот в данный момент, вот то, что, как можно ожидать долгосрочных последствий от сворачивания стимулов, как должны реагировать рынки. Рынки должны реагировать как? Должен расти рынок акций. Да, почему? Потому что есть сигнал о восстановлении американской экономики в ее хорошем состоянии. Позитивный. Второе, должны падать доходности USD, точнее, наоборот, расти доходности USD, да, почему? Потому что есть тренд на то, что будут повышаться ставки, да, там, и есть тренд на то, что должен укрепляться доллар США, да, там, то есть, потому что американская экономика становится сильнее, да, там, есть спрос, как бы, на доллар. Вот все вот эти три тренда, да, там, которые, вот я сейчас обозначил, они в пятницу полностью как бы реализовались. Вот это, на самом деле, как мне кажется, хороший достаточно сигнал, и, в принципе, вот, как мне кажется, там, если будет уверенность в том, что ФРС сворачивает стимулы, то вот рынки должны двигаться так. Здорово, здорово. Ну, я думаю, что я с тобой согласен, в большей степени радость от того, что происходило в пятницу, да, еще связана с тем, что, действительно, однозначные были движения, вот такие, да, потому что обычно вот важная макроэкономическая статистика, и рынки начинают сначала как-то, да, излишне волатильничать, двигаться разнонаправленно, прежде чем они найдут какой-то направлении. Ну, причем еще вот в последнее время мы наблюдали по поводу американской статистики, скажем так, не классическую реакцию на них. Совершенно верно. То есть, хорошая статистика, а рынки падают, потому что будут сворачивать кое-3, да, там, ну, вот это, как мне кажется, не совсем правильно с точки зрения фундаментальных реалий, да, потому что если хорошая статистика, сила экономики, значит, соответственно, по всем, как бы, правилам и формам акции должны расти. Вот сейчас, как мне кажется, немножко ситуация приходит в более или менее рациональное русло. Ну, вот, кстати, насчет более или менее рационального русла, как ты думаешь, долго ли это продлится? Опять я в какой связи зовет вопрос, на этой неделе не так много важных событий, по крайней мере, если сравнить с предыдущей неделей, но, тем не менее, в среду будут публиковаться протоколы заседания, минутки так называемые, да, протоколы заседания предыдущего, июньского, да, комитета по ставкам. Вот это, каким-то образом, может, в этом русле или вне этого русла? Ну, я думаю, что вполне вероятно, что сейчас, как бы, инвесторы ждут этих минуток, да, там, для того, чтобы посмотреть более детально, а все-таки, что же в головах, там, у членов ФРС, да, там. Но, как мне кажется, каких-то новых сюрпризов или каких-то новых открытий или неожиданностей они вряд ли принесут. В принципе, здесь более или менее позиция ФРС, она вот, а сейчас, как бы, понятна. Мы не знаем, как бы, когда будет происходить по срокам те или иные действия, но, по крайней мере, мы для себя представляем, руководствуясь чем будет действовать Федеральная резервная система. Ну, и потом, опять, если возвращаться к протоколам заседания, все-таки выступление господина Бернанки, да, 19 июня, ну, было... Ну, вот, на самом деле, вот в этих минутках я бы рекомендовал слушателям более детально посмотреть мнение Джанат Йеллен, да, так как ее пророчат следующей главой ФРС, и поэтому, в принципе, ее мнение должно, как бы... Ну, смотри, если говорить о точках зрения внутри комитета, да, есть традиционно там, ну, если не противоборствие какое-то, то есть, так называемый... Ну, голуби и ястреби. Голуби, да, ястребиная позиция, позиция ужесточения и, наоборот, голубиная позиция, позиция смягчения. Вот, госпожа Йеллен, она все-таки близка к Бернанке в этом случае. Да, она считается голуби классическим. Вот, 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 и в этом смысле, если говорить о том, что она может быть преемницей его, да, потому что заканчивая срок его во главе Федрезерва, если она будет преемницей, то она будет приезжать к той же политике. Да, но как глава ФРС, она все-таки должна обладать более такой взвешенной позицией, наверное... Более гибкой, да. Сейчас она вольна, как бы, от себя лично, да, условно говоря, свою позицию излагать. А здесь ей придется учитывать мнение всех сторон, да, и даже если большинство членов ФРС будет за, скажем так, ужесточение каких-то мер, да, там, несмотря на ее, как бы, мягкость, она будет должна проецировать, проецировать на рынок именно, как бы, позицию большинства членов ФРС. Вот, и, кстати, по поводу большинства и меньшинства, да, опять возвращаясь к минуткам, которые в среду будут опубликованы, там одна из, ну, таких важных деталей, да, это голосование, имеется в виду, соотношение, да, против, воздержавшихся. Я не помню, честно говоря, опубликовалось ли это в июне месяце, но однозначно все же, да, такого стопроцентного, стопроцентной позиции всех членов комитета нет по поводу того, сворачивается, не сворачивается. Это редко даже бывает. Даже бывает, когда рынок, ну, вот, сто процентов, как бы, настроен на то, что, вот, и даже сейчас кажется абсолютно абсурдным, что, может быть, мнение о повышении, там, предположим, ставок. Например, там, даже в тяжелые моменты, там, какие-то на финансовых рынках, когда ФРС, там, приходил на помощь, все равно были ястребы, да, там, которые считали, что нет, ФРС должен быть вот так вот, и вот сейчас даже надо повышать ставки. Вот, поэтому у них в этом смысле редко очень бывает, прям, вот, сто процентов, как бы, единая позиция. Ну, и, опять-таки, там, умные люди сидят, каждый свое мнение и волен изложить, естественно. Спасибо огромное, Игорь. Значит, мы сейчас прерваемся, традиционно у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. Ну, и, как всегда, мы обсуждаем текущие события на финансовых рынках, что было, что будет, что есть, да, что было, что есть, что будет. Я напомню, уважаемые слушатели, для вас телефон студии 651099.6, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вопросы есть, по крайней мере, в интернете, но мы к ним тогда во второй половине эфира приступим. Давайте дальше поговорим о том, что в ближайшее время ожидается, вот о пресловутом сезоне отчетности. И опять, твоя позиция мне очень импонирует по поводу трендов, да, вот однозначный тренд в акциях, однозначный достаточно тренд в тренжерях, однозначный тренд в долларе. Все логично, все так красиво. Крайне редко так бывает, к сожалению, да, когда уже так все однозначно. И тем не менее, смотри, если говорить о предстоящем сезоне отчетностей, ну, понятно, что у каждой компании, да, из достаточно большого списка будет своя какая-то ситуация, своя история. Но, тем не менее, если говорить о трендах, вот, как минимум, рынок труда восстанавливается, восстанавливается достаточно показательно. Как ты думаешь, сезонно отчетность американской компании не подкачает, она будет в тренде в этом, что заставит двигаться рынок акций дальше? Как ты считаешь? Ну, во-первых, если посмотреть там по статистику, которая выходила в США за второй квартал, то там более или менее так прорисовываются некоторые контуры, где мы можем увидеть хорошие, скажем так, отчеты, а где мы можем увидеть, может быть, не очень хорошие отчеты. Мы видели, скажем так, относительный такой флэт в американской промышленности, да, там не было сильного роста, не было сильного падения, да, но при этом мы видели достаточно хорошие данные там в сфере услуг или так называемом потребительском секторе. Вот, наверное, соответственно, вот на эти два фронта, как бы, мы увидим разделение сезона отчетности, где могут быть достаточно сильные данные у компании сферы услуг и более или менее там относительно слабые, там, может быть, данные у компании промышленного сектора. Ну что еще здесь интересно? Вот на текущий момент, насколько я видел прогнозы, ожидается рост прибыли компаний, входящих в индекс S&P, где-то порядка 3%. Наконец, первого квартала ожидали 6%. Плохо это или хорошо, надо сказать, что первый квартал был достаточно сильным, и поэтому вполне вероятно, что в первом квартале были несколько высокие оценки, и сейчас ожидают, что, может быть, чуть-чуть будет пониже, но все равно рост на 3%. И здесь самое главное, первое, мы видим не очень большую цифру, значит, есть шанс того, что мы можем ее превысить. И второе, понятное дело, что на сезон отчетности всегда реагирует, превысил прогноз или нет. Вот я говорю, что если немножко скромный стал сейчас прогноз, вполне может быть, что мы увидим и его превышение. И, соответственно, позитивную реакцию. Еще один тренд, который, скажем так, раз мы сегодня говорим о трендах, тренд, который наметился в американских корпорациях, и он длится уже, наверное, где-то год, они прочувствовали вот эту ситуацию, что рынки очень хорошо как бы реагируют на то, когда они начинают превышать свои прогнозы датами. Поэтому они всегда дают очень скромные прогнозы. Совершенно верно, да, на что выглядели. И, соответственно, это тоже как бы оказывает определенный эффект. В частности, например, компания Apple очень любит это делать. Поэтому, может быть, мы увидим какие-то сюрпризы, но понятное дело, что кто-то хорошо читает, кто-то плохо. Но в целом, как мне кажется, сезон отчетов должен быть более или менее неплохим. Хотя рынки, соответственно, все равно понервничают, и, наверное, надо, скажем так, быть готовым к тому, что вот месяц-полтора, та волатильность, которая, казалось бы, вот сейчас уже ушла, она может опять вернуться. Я понял. Хорошо, хорошо. Значит, все это мы говорили в отношении рынка акций Америки, естественно, упомянув сезон отчетности американских компаний. А теперь, если посмотрим, Игорь, на отечественный рынок, вот как он может в связи с этим тоже себя повести. Ну, я опять-таки расшифрую свой вопрос. С одной стороны, конечно, наверняка позитив, если мы таки увидим его на американском рынке акций, создаст, ну, такое благожелательное настроение у мирового инвесторского сообщества, и, может быть, опять станут в какой-то степени интересные развивающиеся рынки в том числе. С другой стороны, да, мы всю весну, наверное, видели, что рынок американский, рынок акций Америки растет, а все остальные не особенные, и даже, может быть, и движутся в противоход ему. Вот здесь какие ожидания у тебя? Ну, вот сейчас очень сильно видна тенденция к тому, что инвесторы больше предпочитают развитые рынки, чем развивающиеся. Даже вот если взять последнюю неделю, там американский рынок где-то в среднем ростом 1,5-2%, а при этом площадки Emerging Markets где-то упали на 1,5-2%. И, в принципе, понятно, откуда такая логика, а логика заключается в следующем. Первое, мы видим практически по всем Emerging Markets ухудшение экономического положения, да, то есть тот же самый Китай, мы видим замедление, там, Бразилия, Индия и Россия, у всех замедляются темпы роста, скажем так, их экономик. И плюс еще и вмешивается так называемый политический риск, там, волнение в Турции, Египте, какие-то отголоски, волнения в Бразилии, они, понятное дело, не проходят мимо. Но что здесь есть позитивного для российского фондового рынка? Мы считаемся с точки зрения политических рисков более или менее устойчивыми, да, там. И даже если мы посмотрим на движение средств фондов, которое было, вот когда начались, ну, турецкий рынок, туда шли достаточно большие объемы средств фондов. Как только там начались, скажем так, волнения и беспорядки, туда притоки прекратились, но возобновились по потоке, как бы, в Россию, да, там, то есть инвесторы четко стали перекладываться из, скажем так, турецкого рынка, там, в российский и еще какие-то иные. Ну, то есть в качестве альтернативы, там, нестабильность, да? Да, поэтому и вот так вот, подводя, как бы, жирную черту под этим всем, мой, как бы, посыл такой, то, что в приоритете будут развивающиеся рынки. Рынки развитых, точнее, наоборот, в приоритете будут развитые рынки, рынки развивающих стран будут в меньшем, как бы, в приоритете. Но внутри Emerging Markets вполне вероятно, что Россия будет смотреться лучше всех остальных. Это, скажем так, тренд такой, может быть, там, до конца года, там, до середины следующего года. В дальнейшем, если наши предпосылки о том, что американская экономика хорошо растет, что европейская экономика достигла дна и сейчас начинает восстанавливаться, что все японские меры по стимулированию их экономики также приведут к тому, что японская экономика начнет расти, рано или поздно рост этих экономик, он затронет экономики Emerging Markets. И, соответственно, здесь тоже можно будет увидеть определенный позитив. Но вот пройдет вот этот флаг, когда, скажем так, инвесторы наиграются в развитые рынки. Да, 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 да. То есть, когда они насытятся, да, когда этот рынок наполнится уже. Когда там фундаментальные оценки подойдут к тому, что они уже не выглядят такими, скажем так, дешевыми, или они выглядят переоцененными, или те темпы роста, которые в них закладывают, они не реализуются, да, там, то вот тут может закончиться это движение. Упомянул ты ситуацию в Европе. Вот на твой взгляд, да, действительно она стабилизируется? Действительно есть основания для того, чтобы говорить, что там какое-то дно уже нащупали в Европе? Ну, какие я делаю выводы по поводу того, что европейская экономика достигает определенного дна? Последние два или три месяца статистика не ухудшается. Вот, соответственно... Это уже хорошо. Да, были моменты, когда мы даже видели, скажем так, рост какой-то в Европе, и считали, что уже вот все закончилось, а она опять начинала как бы падать. Вот я надеюсь, что сейчас не этот вариант, да, там, а вполне вероятно. Ну, потому что уже рецессия в Европе длится достаточно долго, нарушая с собой практически все какие только можно статистические ретроспективы. Вот, и поэтому уже, как мне кажется, есть, да, там, предпосылки того, что вот оно дно пройдено, и начнется какое-то определенное восстановление. В том числе, наверное, да, стоит упомянуть недавние события, политический кризис, по сути, в Португалии, да, опять какие-то разговоры вокруг Греции. Да, но мы видели, с одной стороны, вот такие вещи, происходящие в Португалии, а с другой стороны, там, впервые за два года тот же самый индекс деловой активности Испании превысил 50 пунктов, да, там, то есть это говорит о том, что испанская экономика начинает потихонечку восстанавливаться. Мы видим все трансляции вот эти вот, которые происходят, да, там, в Греции, в Португалии на долговой рынке европейский. Но надо всегда помнить, про это мы сейчас стали уже забывать, да, там, что у европейского центробанка есть очень хороший инструмент, да, там, который он за всю историю пока еще не использовал, но его афишировал. Это так называемый выкуп бандов с рынка, ну, то есть такое квази-куе, да, только американцы, они постоянно это выкупают, а европейцы говорят, что если что, мы начнем выкупать. Да, 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 в кустах такой. Да, соответственно, мы видели движение, там, тех же самых десятилетних бумаг Португалии, да, там, резкий рост, и потом буквально сразу же, как бы, откат вниз. Я не говорю, что здесь был ЕЦБ, мы об этом, как бы, узнали, но вот, по крайней мере, этот фактор, он сдерживает рост, как бы, доходности инвестора, рынок, как бы, понимает, что ЕЦБ может... Если что, да. Да, если что, как бы, придет на рынок, и, ну, вот, на последнем заседании Марио Драги, в принципе, не прямо об этом говорил, но он всегда об этом говорит, что в случае чего Европейский Центробанк готов, как бы, прийти на помощь. Вот смотри, подобные его разговоры, подобные его обязательства, да, или, там, месседжи, как модно говорить, вербальные интервенции, они все-таки негативно на Евро действуют, да, потому что Евро-Доллар, как правило, падает после таких взаимодействий. Здесь, наверное, речь идет, наверное, о силе доллара, вот, в большинстве... Прежде всего, прежде всего, чем о слабости, как бы, Евро. Вот, как мне кажется, сейчас, как бы, вот, такое немножко... Здесь больше сейчас... Акцент на доллары. Да, акцент на доллары, нежели, там, на слабости евро. Ну, в принципе, опять-таки, если мы говорим о логике некой, заявление, подобное заявление главы Центробанка о том, что, если что, да, то мы всегда, мы всегда, значит, руку на пульсе держим, это должно поддерживать национальную валюту, да, ну, как минимум, не делать ее слишком слабо. С одной стороны, да, с другой стороны, если речь идет о накаче, как бы, ликвидности, да, то это, может быть, и ослаблять. То есть, ну, понятно, да, всегда у нас есть, да, действительно... Вилка. Да, вилка или две чаши весов, да, что в конечном итоге... Вот, кстати, очень здорово ты сейчас сказал по поводу того, что евро-доллар, евро-доллар. Не просто говорим евро, не просто говорим доллар, а мы сравниваем эти две валюты. И всегда выделяем, да, что есть на динамику пары, так называемый, да, евро-доллар, как минимум, две идеи должны, да, оказывать влияние. Идея евро, слабость или сила европейской экономики, ну, и, соответственно... Ну, может быть, и отсутствие идеи в одной... Да, 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 и в какой-то момент, вот, абсолютно, я с тобой согласен, да, вот, фундаментальный взгляд на пару валютную, да, он выглядит как качели, как весы, пардон, как весы. То есть, какая в данной ситуации, да, чаша сейчас сильнее, да, что на ней больше грузик какой лежит. Вот, конечно, сейчас, если говорить о евро-долларе, и, наверное, о большинстве валютных пар, которые к доллару привязаны, надо говорить о том, что... Ну, и вообще практически обо всех валютных парах. Обо всех валютных парах, да. Везде доллар, сейчас доминирует доллар, идея фундаментальной Америки, к Е3 и так далее. И он за собой всех ведет. И даже сейчас, если в той же евро-долларе, сейчас я бы посмотрел график в моменте, да, сегодня отскок. Но отскок это не значит, что ситуация фундаментально изменилась, что доллар-то ослабеть. Ну, просто это нормальное движение, да, любого инструмента. После какого-то движения есть всегда коррекция, там, я не знаю, закрытие коротких позиций, перепозиционирование и так далее. Да, это интересно, это здорово. У нас осталось полторы минуты. Ну, и, кстати, есть звонок от нашего слушателя. Давай с ним пообщаемся, если успеем, мы ответим тогда. Вадим, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Как он считает, не получится ли так? Вот сейчас Европа более-менее затормозила свое падение. Так. Сейчас начинаются какие-то совершенно мутные времена в Китае, которые чревато бог знает чем. Все это вместе может отразиться на, так сказать, других странах. Это не получится ли так, что одни, так сказать, группы стран будут провоцировать кризис в других группах стран. И в конечном итоге это все затянется на уровень как долго. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо за вопрос. Так, Игорь, смотри, у нас осталось 30 секунд буквально. Ну, в принципе, можем начать отвечать. Вот видишь как. Значит, Еврозона, да? Наш слушатель говорит о том, что там замедлилось падение. Китай говорит, вот, видишь. Ну, вот, на каком-то первом участке, да, там, вполне вероятно, что идет такое перетягивание одеяла, да, там, в ту или иную сторону. То же самое там Америка говорит, что часть там производства они уже из Китая там вывозят к себе. Вот. И действительно, такие как бы риски есть. Если Китай сейчас... Кстати, то, что Америка вывозит из Китая, да, свои производства, это причиной тому замедления китайской экономики. Или на обратной связи. Рост рабочей силы, как бы, большой в Китае. Стоимость рабочей силы. Игорь, извини, вынужден тебя прервать. Сейчас новости на финал ФМ, потом продолжим нашли. Друзья мои, продолжаем эфир. Значит, вопрос прозвучал от нашего слушателя по телефону. Я, значит, сразу же, давай, да, Игорь, мы на него будем отвечать, чтобы, так сказать, не забыть, о чем речь. А потом я в очередной раз напомню и телефон студии, и тему нашей сегодняшней беседы. Давай. Ну, вот, если возвращаться к Китаю, как я говорил, Китай сейчас единственный путь, это, скажем так, не скатиться на нулевые темпы роста, не получить какие-то проблемы в своей экономике. Это активно развивать внутренний рынок. Потому что та модель Китая, которая была ориентирована на экспорт, связанная с дешевой рабочей силой, прежде всего, да, и огромнейшими инвестициями в собственную экономику и в развитие производства, да, там, она вот сейчас начинает несколько затормаживать, барахлить. И, соответственно, китайским властям сейчас нужно, ну, достаточно, в достаточно быстром порядке, как-то, каким-то образом начинать решать эти проблемы. Иначе, да, действительно, Китай, это сейчас, как бы, один из рисков, которые существуют. Мировых причем рисков. Да, надо просто отметить, что за всю свою современную историю, да, там, как Китай стал рыночным, у них не было ни одного ни финансово, ни экономического кризиса, да, там, поэтому инвесторы с небольшим опасением смотрят на это. Они все время растут, растут, и растут, и растут, да? Да, и вот одна из причин нелюбви, скажем так, к Эмминджи Маркетс, это как раз еще и риск, как бы, Китая. Но экономика закрыта, и, тем более, с точки зрения финансов, это еще тоже порождает определенные риски. Ну, и возвращаясь к вопросу нашего слушателя, вот опасение он, по крайней мере, да, такое озвучил, что эта история, да, может смениться, эта история и с Европой, с Китаем, может, какие-то другие страны, и друг на друга будут тянуть одеяло. Вот насколько это, на твой взгляд? Нет, это есть такое, но рынки всегда этим живут, да, там, и, понятное дело, что всегда будут возможности сыграть на этом, закрыв глаза на это. Если нет каких-то глобальных, как бы, коллапсов, да, там, и удастся их, как бы, избежать, ну, можно будет сыграть на восстановлении Европы, там, и слабости, там, Китая, да, какой-то определенный. Ну, по сути, ведь, да, мы наблюдаем. Рынок этим живет, в принципе, да, там, главное, чтобы это не доходило до каких-то экстремумов, да, там, и двигалось в каком-то определенном, как бы, коридоре, вот, а здесь, как бы... Это нормальная рыночная жизнь, да, что сегодня здесь хорошо, завтра там хорошо, и каким уж образом эта ситуация меняется, тем более, возвращаясь, ну, конечно, не очень миролюбивый термин, но, тем не менее, принятый уже, возвращаясь к тему валютной, да, существует такой термин, как валютные войны, в чем он заключается? Что одна экономика, да, дабы создать преференции для своих производителей, да, искусственно занижает, ну, искусственно, или, может, там, объективно старается удешевить свою валюту. Сейчас по этому пути все идут достаточно открыто, и никто этого даже не стесняется. Да, да, более того, ты про Японию заговорил, это же вот просто почти год агрессивное просто сливание национальной валюты. Сейчас такие меры начнет использовать, там, Австралия, Новая Зеландия, ну, то есть валюты, как бы, многих, как бы, стран, особенно, как бы, сырьевых, да, там, и куда уж, что говорить, Россия тоже попыталась немножко, да, там, просто не так правильно поняли, да, там, нашего министра финансового. Не так правильно выразился, видимо, так. Да, вот, но, в принципе-то, месседж-то был, как бы, такой, что несколько слабый рубль, да, там, он поможет нам. Да, поддержать экономику, да, не статиться в рецессию, восстановиться, может, какой-то. Бюджет поправить. Вот, 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 совершенно верно. То есть это реальные рынки, да, реальные рынки, бояться, наверное, этого не нужно, но всегда интересно, да, в какой парадигме мы в следующий раз окажемся, кто будет на первом месте, кто на втором. Вот, ну, руля понятно, кто, да, как будут акценты меняться, соответственно. Так, заговорили о родимой российской экономике, ну, и про рубль, Игорь, еще пару слов скажи, пожалуйста. Я даже с точки зрения, ну, понятно, причины, наверное, более-менее ясны. Есть глобальная идея, мы об этом говорили. Доллар ведь укрепляется и против всех валют раз, и против валют развивающихся стран два, может быть, в первую очередь, да, и рубль, естественно, не может быть здесь исключением, и рубль ослабляется точно так же, как все другие. Вот, значит, что касается, да, его текущей стоимости, 33,28, вот я сейчас на споте смотрю, 33 рубля 28 копеек стоит один американский доллар. Совсем недавно мы видели, да, 32 и 31,50, ну, и пределы его ослабления, если опять-таки говорить, что нас не потрясет там какая-то глобальная катастрофа, где ты видишь его в ближайшее время? Ну, пределы ослабления нашей валюты, они достаточно четкие и понятные, это верхний коридор ЦБ, до него, если брать по бивалютной корзине, там, где-то 2-3, как бы, проценты, это, наверное, то, что мы можем увидеть, да, там, но, как мне кажется, вряд ли это произойдет, да, потому что чем сильнее, как бы, двигается рубль, чем он сильнее, слабее, да, там, тем более активно, как бы, идут интервенции российского центробанка. Если посмотреть, за последние две недели наш центробанк уже практически 2 миллиарда долларов, да, запустил на валютный рынок, вот, соответственно, вот, в краткосрочной перспективе, прямо вот буквально там где-то... Неделя-другая, да? Неделя, может быть, другая, может быть, даже месяц, как мне кажется, вполне вероятно даже определенное укрепление нашей валюты, где-то до уровня 33, и, возможно, такой, как бы, сформируется более-менее длинный коридор в районе, там, возьму его достаточно широко, там, 32, и 5, 33, и 5, в среднем где-то 33, вот, и он... В этой ситуации мы увидели определенное, да, там, ослабление рубля, потому что до этого были уровни существенно ниже, да, там, то есть произошли те действия, которые были нужны, да, российская валюта немножко, как бы, слабла, тем самым дав, там, возможности бюджет поправить и какие-то еще вещи определенные сделать, вот, соответственно, вот, наверное, новая, скажем так, реальность для рубля, она будет находиться в этом коридоре, вот, ну, и при этом понятно, что пока фундаментально для российской валюты, скажем так, ничего... Ну, не все очень хорошо складывается, пока российская экономика, как бы, замедляется, но вот мы видим рост цен на нефть, это, так, поддерживающий фактор. Но что я хочу сказать, российский рубль не выглядит хуже всех остальных валют, и при этом, если мы посмотрим бразильский реал, индийский рупи, там, южноафриканский рент, турецкую лиру, там, мексиканская песо, там печальнее все говорит. Там все выглядит значительно, как бы, хуже, да, именно из-за силы доллара, да, там, вот, поэтому рубль не является самой, скажем так, уж, отстающей, как бы, валютой, при этом даже показывает динамику лучше них, хотя и так же ослабил. Игорь, смотри-ка, вот мы вспомнили, что в преддверии, да, накануне ослабления, вот этого последнего, по крайней мере, выступления главы Минфина, господина Силанова, да, с фразой о том, что мы будем девальвировать, ну, вот, слово девальвировать я в очередной раз подчеркал. Ну, наверное, не очень здесь было корректно. Будем девальвировать национальную валюту, причем он сразу же оговорил, что рубль два максимум, да, она ослабляет рубль два, и при этом причину он называл, да, что Минфин будет выходить на, да, непосредственно рынок для того, чтобы пополнять резервный фонд. На ожидании их лишь только в августе, да, значит, планируется этот самый выход, вот на ожидании только этого мы видели, что, в принципе, да, он рубль-то ослабил на два, на обещанных два рубля. Ну, потерял обещанных два рубля, а вот если Минфин выгодит в августе? Ну, во-первых, как мне кажется, здесь просто нашла коса на камень, как говорится, было выступление нашего министра финансов, и в это время как раз вот начался, скажем так, мощный тренд по укреплению доллара. Вот, и поэтому все... То есть, действительно, это совпадение? Да, все сваливать, как бы, нашему министру финансов не стоит. Не стоит. Вот, при этом, как всегда, интервенции словесные бывают, оказывают более существенный эффект, чем реальные, как бы, действия. И поэтому я бы не стал переоценивать возможность, скажем так, нашего Минфина воздействовать на национальную валюту, потому что, если посмотреть те объемы, да, там, которые планируются осуществлять, то они, ну, вот, из текущих там вещей равны, там, трем-четырем дням, как бы, интервенции нашего Центробанка. Да, вот, соответственно, не стал бы я переоценивать, да, там, действия Минфина, вот, они, это просто, в принципе, нормальное, как бы, рыночное действие, теперь будет понятно, да, там, каким образом все эти вещи осуществляются, прозрачности. Да, да, надо напомнить, что мы же стремимся все-таки к тому, чтобы рубль, ну, близок был, да, к свободно конвертированию, чтобы он, так сказать, свободно в каких-то пределах, конечно, пока еще, но, тем не менее, двигался, да, чтобы он не был стабилен, как и был несколько лет назад, в плохом смысле слова. Тем более сейчас, ну, и раньше, в принципе, в Министерстве финансов сидят вполне хорошие, как бы, грамотные экономисты, вот, и поэтому, скорее всего, они, если будут совершать какие-то, как бы, интервенции, они будут смотреть на текущую, как бы, ситуацию, да, там, на рынке, да, там, и смотреть на те моменты, когда их объемы, они не будут вызывать каких-то сильных, как, движений или, там, паники или еще чего-то, чтобы всегда были покупатели, как бы, продавцы, чтобы рынок был сбалансирован, вот, ну, надеюсь, по крайней мере, что так будет. Скорее всего, ну, и так и должно быть. Как минимум, так должно быть, и мы надеемся, что действительно так и будет, да, это нормально. Говоря вновь, да, о национальной валюте, ну, или, по крайней мере, упоминая многие факторы, которые действуют, да, на ее укрепление, либо, наоборот, на ее слабость, стоит поговорить, наверное, о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, но, как минимум, это поддерживает, достаточно серьезно поддерживает цены на нефть. Еще раз я напомню, бренд уже выше 106 долларов торгуется буквально неделю назад, да, он был в пределах нижней границы этого диапазона, там, в районе 102, а то и ниже, да. Вот эта история с спредом между американской и европейской, это тоже, ну, это, как минимум, история для спекулянтов сначала, да, которые некоторое время назад, вот, да, на сужение этого спреда, как говорится, играли. А сейчас я уже читаю, там, где-то, что надо изгнать уже на расширении, потому что он наверняка восстановится. Много, много хороших инвесторов погибло на вот этом вот спреде, пытаясь на нем играть, да, там, многие... Ну, потому что это, во-первых, очень спекулятивно, во-вторых, это не очень убедительно, наверное, да, потому что... Ну, были определенные... Угадай, не угадай, похоже на это. Вот, ну, действительно, сейчас геополитика, скажем так, она вышла на первое место по сравнению с определенными, как бы, фундаментальными реалиями, я их, прежде всего, связываю с теми событиями, с теми процессами, которые идут, как бы, в Китае, которые, ну, к сожалению, не очень для... Ну, способствуют силе, как бы, скажем так, нефтяных, как бы, котировок, вот, но вот геополитический фактор сейчас впереди, вот, на этом фоне мы видим рост, как бы, нефтяных цен. Что касается спреда, его, как бы, сужения, ну, вот, мне кажется, что на текущий момент фундаментальным оправданием этого может быть то, что есть у инвесторов больше, скажем так, позитивных ожиданий, ожиданий роста американской экономики, да, там, по сравнению с теми же самыми другими, как бы, экономиками. То есть, поэтому лайт растет больше, чем бренд. Сущевым потребителем, скажем так, WTI является США, это практически их, как бы, внутренняя, да, там, марка нефти, вот, а при этом бренд, она более, как бы, глобально, да, там, и когда инвесторы взвешивают и ожидают, что американская экономика начнет, как бы, восстанавливаться, вот, и расти, будет, соответственно, расти у них потребление нефти. Кстати, выстроил лайтсвит как раз на прошлой неделе, да, после того, как запасы нефти и нефтепродуктов неожиданно, да, показали сокращение, там, на 10 миллионов баррелей. Да, ну, вот, возможно, это одна, как бы, из причин движения, но в то же время спекулятивный рост, скажем так, или рост, вообще, цены на нефть, он будет, вот, ограничиваться рисками Китая, и вполне вероятно, что, вот, скажем так, раньше мы рассматривали, там, коридоры цены на нефть, там, 100-120 долларов, возможно, сейчас есть смысл его сузить до 100-110 долларов за баррель, да, то есть, вот, верхняя граница, возможно, уже она не будет такой. То есть, опять мы возвращаемся к тому, что нынешние движения на нефтяных, в нефтяных котировках, это геополитика, прежде всего, да, это проблемы Ближнего Востока, но рано или поздно, они, дай бог, да, без крови хотелось бы, чтобы они решились, и тогда уже поддерживающих факторов не остается, потому что... Да, американская экономика, если только. Да, если только, но она, видишь, она, как бы, поддерживает свой сорт нефти. Если они там у себя как-то не разошьют узкие места, то, может быть, и WTI будет дороже бренда. Кстати, тоже вариант, я напомню слушателям, ты, наверняка, тоже помнишь, до кризиса, ну, я такую всегда фразу произносил, до кризиса, да, это было актуально, что американская нефть, как правило, дороже, чем европейская. Она выше качества. Она выше качества, и это было логично. Потом вот ситуация после кризиса поменялась, а сейчас... Возможно, сейчас мы видим... Совершенно верно, восстановление твоей справедливости, да, справедливой оценки. Ну, не успею я, наверное, задать еще один вопрос, спасибо тебе огромное, давайте я проанонсирую. Итак, друзья мои, мы подводим сегодня, чуть не сказал финансовые итоги недели, мы сегодня говорим о том, что движет финансовыми рынками в преддверии сезона американской отчетности. Напомню я вам телефон студии 6510996, код Москвы495 и сайт компании финам.фм. В гостях у меня Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, их за эти вопросы есть, мы будем отвечать на них. Но через паузу, в этой паузе мы смолушаем новости на финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим наш эфир, последняя его часть, сухой остаток на финам.фм. В гостях у меня Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал. В общем, обсуждаем мы традиционную ситуацию на финансовых рынках в преддверии американского сезона отчетности. Ну и не только по этому поводу. Напомню еще раз, 6510996, код Москвы495, это телефон студии, телефон прямого эфира. И сайт компании финам.фм. Пишите, звоните, 10 минут у нас еще есть поговорить. Вопросы есть по поводу драгметаллов. Игорь, вот хотелось бы услышать твое мнение. Ну, например, спрашивает Марат, может ли золото упасть на 900 долларов за унцию? Ну, в принципе, наверное, может, да? Ну, вполне может. Но по золоту, мне кажется, ситуация была следующая. Начиная с 2008 года в этом активе надувался, скажем так, определенный пузырь, который рано или поздно должен был лопнуть. Золото достаточно такой сложный финансовый инструмент с той точки зрения, что он сложно поддается каким-то фундаментальным вещам, которые свойственны для многих видов сырья. И при этом еще является таким активом, который не приносит инвестору ничего, кроме роста или падения своей стоимости. Причем еще из-за хранения надо его платить. Поэтому вот тот пузырь, который надулся в золоте, мы видим, как он достаточно быстро и успешно лопнул. Где это движение может остановиться, сказать достаточно сложно. Но вот здесь вполне может быть, что как раз-таки нижняя граница его падения выступит определенные фундаментальные факторы. А именно себестоимость добычи золота. Если золото на каких-то достаточно длительных участках будет находиться ниже себестоимости его добычи, то мы можем увидеть дефицит этого металла на рынке, что может помочь остановиться, скажем так, в падении. Вот этот коридор в себестоимости где-то порядка 700 тысяч долларов за унцию. То есть, соответственно, 900 это вполне может опуститься золото и туда. Когда может вернуться интерес инвесторов к золоту? Кстати, вот по поводу интереса. Я с тобой абсолютно согласен. Что такое золото с точки зрения финансового инструмента? Это только какой-то желтого цвета металл, цена на которого тоже периодически растет и падает. Какой от него толк, никто больше не знает. И тем не менее, периодически... Золото это своего рода такая квазивалюта. То есть, валюта, которая не может, условно говоря, обесцениться в результате инфляции. Ну вот я и говорю, что интерес к золоту, возможно, его как бы возвращение, это когда на фондовых, на финансовых, особенно на американском рынке, станет актуальным тема инфляционных рисков. Первым сигналом, ну, понятное дело, что в данной ситуации мы увидим там действия ФРС по поводу повышения ставок. Вот как раз Бен Бернанки говорит про 2015 год, что вот до 2015 года мы ставки трогать никак не будем, они будут находиться на рекордном низком уровне. Вот, наверное, вот до этого периода вряд ли золото будет как бы в приоритете у инвесторов. Возможно, какие-то там... Не факт, что она до 2015 года будет все время падать, но расти-то точно она не будет, им перехать. Возможно, там и резкие движения, как вверх, так и вниз, да, там, но вот, скажем так, если говорить о каких-то вещах, которые, да, там, определяют движение этого металла, вот, то до 2015 года, то есть до периода начала, скажем так, циклов повышения ставок как стороны, там, США, мировых центробанков, повышения рисков инфляции, золото вряд ли будет приоритетным активом. Ну, смотри, по поводу того, что золото, да, ну, или там, драгоценные металлы, все-таки это часть некого сырьевого блока, такого, достаточно важного, в числе которого есть и металлы промышленные, да, в них все-таки по поводу непосредственно ценника, на котором тоже может зарабатывать, потому что, да, промышленный металл тоже растут и падают в цене, и спекулянты именно на этом и зарабатывают. Ну, там есть, конечно, еще и более фундамент Laseris, более глубокая, да, фундаментальная... Ну, у промышленных металлов, есть их физическое применение. А золото, кроме ювелирной промышленности, да, там, объемы которой, там, не сказать, что они по сравнению с тем золотом, которое хранится там на балансах от центробанков, да, там, ювелирная промышленность в этом смысле, может быть, не является таким основным драйвером для роста цены на этот металл. А промышленные металлы, они, да, имеют четкое физическое свое применение, и отсюда они поддаются тем, скажем так, фундаментальным анализам, движениям, которые мы можем использовать, которые в большей степени руководствуются на балансе спроса и предложения и на росте или падении издержек. — Ну ты, кстати, в связи с этим, с фундаментальными какими-то показателями цен на промышленные металлы, стоит ли вспомнить опять Китай, который является, ну или являлся, по крайней мере, до этого времени основным рынком сбыта? — Ну, еще просто по промышленным металлам необходимо понимать. Да, Китай — фактор, который, наверное, может быть давить на цены промышленных металлов, но многие промышленные металлы сейчас не настолько высоко торгуются от своей себестоимости. Соответственно, маржа производителей, она не настолько как бы велика, да, чтобы они сейчас там могли уже так достаточно легко относиться к тем движениям, которые происходят по промышленным металлам, и эти движения никаким образом не касаются, скажем так, их производственных мощностей, их роста или снижения. Вот, и поэтому, если по промышленным металлам будут какие-то движения вниз, они будут не такие глубокие. Почему? Потому что они уже будут идти в ущерб производителям, производители будут вынуждены сокращать какие-то свои мощности, и тем самым, скажем так, предложение металла на рынке будет снижаться. Что в свою очередь опять какой-то момент поддержит стоимость его, да? — А Китай, мы же не говорим об отрицательных темпах роста. — Да-да, то есть он растет все равно, то он просто меньшими темпами. — Да, то есть если они выйдут для себя на траекторию роста где-то порядка там 7-7,5%, это очень хорошо. Ни одна экономика в мире таким темпом не растет. — Совершенно верно. Ну, к сожалению, забыли про двузначные цифры, да, хотя несколько лет назад Китай рос... Вот это были бумы, настоящие бумы. — Ну, переориентация, скажем так, экономики на внутренний спрос, она всегда идет в жертву экономическому росту сильному, да, потому что экономика, ориентированная на экспорт, она растет там взрывно и быстро, вот. А экономика, когда она ориентирована на внутренние потребления, она уже не растет такими быстрыми как бы темпами, но она является более качественной. — Да, безусловно, безусловно, потому что, да, инвестиции, которые приходят со стороны, они не всегда долгосрочные, они не всегда эффективные, они иногда спекулятивные и точно так же. Ну, кстати, и российская в данном случае, да, пример России, он очень показательный, да, вот деньги шли-шли-шли, когда все было вот так вот выглядело, потом все изменилось, раз и все, и нет больше денег, и где они, кто нас поддержит. А внутреннего спроса, к сожалению, тоже не накопили. Возвращаясь к золоту, есть еще вопрос у нас от Руслана, вот в рамках нашего разговора, видимо, Руслан нас сейчас слушает. И задает следующий вопрос, Игорь, разве в микроэлектронике золото не используется в больших объемах? — Ну, не в таких больших объемах, чтобы говорить о том, что... — Чтобы поддержать рыночные котировки. — Да, если бы золота было достаточно много как бы в микроэлектронике, многие бы разбирали как бы компьютеры и свою как бы технику, и просто его оттуда вынимали. — Совершенно верно. — Поэтому его, к сожалению, надо разобрать огромную гору компьютеров для того, чтобы достать оттуда более или менее приличный объем золота, который хватило бы там на какие-то там свои нужды. — Ну, да, на нужды, а потом все-таки, да, я с тобой согласен, действительно, несмотря на то, что применяется, видимо, золото в каких-то промышленных процессах. — Ну, да, но спрос на него с этой точки зрения недостаточен, чтобы, да, противостоять. — Его объем не настолько велики, да, там не нужны для этого громадные какие-то мощности по добыче и там производству как бы золота для того, чтобы иметь... Вот в свое время у серебра был, у серебра был такой фундаментальный спрос, связанный с фотографией, потому что при производстве фотографий необходимо было серебро. Вот тогда мы видели сильный рост по серебру, но сейчас как бы все заменили цифровыми технологиями, вот, и поэтому... — И серебро тоже уже не... да, цены на серебро, вот эта вот история уже не поддерживает. — Она уже давно-давно не поддерживает после того, как вот перешли, условно говоря, на цифру, вот, и поэтому серебро сейчас даже летит сильнее, чем золото. Ну, там свои определенные вещи, это менее ликвидный, скажем так, товар и рынок по сравнению с золотом, и поэтому он, скажем так, догоняет. — То есть серебро догоняет золото все-таки? — Да, и догоняет быстро. — Кстати, опять возвращаясь, ну, я понимаю, не очень, видимо, тебе любимая тема, возвращаюсь к теме спредов. Один из наших коллег в этой студии тоже предлагал как раз торговые решения, вот, с точки зрения, да, там, золото, серебро, как они в одну сторону ходят, кто быстрее, кто... — Ну, вот сейчас, по-моему, что-то там в районе, наверное, 50-60, да, там этот спред находится, но если мы возьмем лет 200 или 300 тому назад, или 400, то за одну унцию золота давали 18 унций серебра. — Да. Вот можно попытаться сыграть в этот тренд, да, там, на этом спреде. — Ну, то есть, другими словами, да, позиции занимаются, что через 100, через 200 лет, да, это вновь, так сказать, будет более-менее похоже, и мы что-нибудь заработаем. — Ну, согласен с тобой, наверное, об этом говорить сейчас не очень актуально. Осталось совсем немножко времени, у нас все же судьба российского фондового рынка, наверняка тоже надо о ней поговорить, да, судьбу ее краткосрочную каким-то образом озвучить. Ну, с точки зрения индикаторов я так особо даже по бумажкам тебя не буду мучить. — Ну, как мне кажется, действительно, если мы увидим сейчас какой-то там определенный рост на связи отчетности, там, у российского рынка будет поддержка, я единственный, какой могу вот на текущий момент дать прогноз по нашему рынку, что он, скорее всего, не должен быть хуже, чем остальные межмаркетсы. Вот это, вот, исходя из тех факторов, которые я обозначал, это о том, что у нас меньше. — В то же время он может быть хуже, чем сейчас, вот в моменте, да, то есть, условно говоря, индексы могут сходить ниже, чем сейчас. — Ну, сейчас все-таки больше, наверное, факторов, говорящих о росте, да, там, чем о падении. Но вот наш рынок, он, бывает у него такая определенная непредсказуемость, да, там, и свое, как бы, особенное поведение. Ну, вот если вот эти вот все вещи, как бы, взвешивать, то с точки зрения текущих, как бы, вот всех рынков Emerging Markets, Россия выглядит неплохо. С точки зрения, как бы, глобальных трендов, сейчас все-таки, наверное, взгляд инвесторов больше устремлен на развитые рынки. Вот. А в краткосрочной перспективе, вот, если мы будем, будет наш рынок реагировать так же на американскую, как бы, отчетность, да, там, с его, как бы... — Так же позитивно, ты имеешь в виду? — Так же позитивно или так же негативно, с его соответствующим коэффициентом, да, там, то есть, с более высокой волатильностью, там. Вот это то, что... — То есть мы вспоминали, все-таки, да, наверное, какое-то время назад, российский рынок повторял движение своих старших братьев. Если американцы росли, мы, видимо, тоже позитивно чувствовали себя, если американцы падали, мы наверняка тоже огорчались. Просто действительно, я с тобой согласен, что сделали это более активно, да, более волатильно. А последние несколько месяцев, к сожалению, да, и на рост американцев, да, мы особо... — У российского рынка сейчас есть один очень хороший, скажем так, фундаментальный фактор, он дешев. — Да, да. — Да, российские акции торгуются, там, по всем своим коэффициентам существенно ниже, чем их аналоги, там, с Emerging Markets и тем более, как бы, там, с развитых рынков. И вот этот фактор, в случае, если будут появляться какие-то сигналы, да, там, о том, что что-то должно произойти, там, хорошее в нашей экономике, они могут... — В нашей, не только в нашей, наверное. — Ну, понятно, я просто имею в виду, вот, для, скажем так, для внутренних каких-то движений, да, там, поэтому... — То есть любой позитивный сигнал, извне или внутри, тем более, да, он логично, да, вырисовывает сразу длинную позицию, потому что, ну, действительно, все так дешево, что грех не купить. Спасибо огромное. — Игорь Нуждин сегодня был в студии «Сухого остатка», и Игорь Нуждин — аналитик, управляющий компанией «Альфа Капитал». Уважаемые слушатели, мы поговорили о том, что сейчас в моменте происходит на финансовых рынках, ну, будем это продолжать делать и дальше. Собственно, завтра, да, очередной «Сухой остаток». Вам спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.